Привет, меня зовут Ксения Шубина и я корреспондент информационного агентства ТАСС. Ну а впервые в роли радищика я попробовала себя на радиоуниверситет. Было это очень давно, 23 года тому назад. Это будет не трудно, это по любви. У многих выпускников журфака Алтгу сложились именно такие отношения с профессией. У факультета, открытого 30 лет назад, теперь другое имя – ФМК ФИП. И все же – журфак. Так привычное для более 1200 выпускников. Рождение факультета пришлось на драматичные 90-е годы. Его мамой до сих пор остается Валентина Мансурова, которая посвятила работе полвека. Вот если бы не было Валентина Дмитриевна Мансурова, факультет открылся, может быть, через 10 лет, а может быть, еще позднее. Почему? Потому что она практика, которая реализовала себя в полной мере в «Алтайской правде». Она работала в районных газетах. Сейчас у вас на глазах я съем кусок газеты. Выпускники алтайского журфака работают почти на всех континентах. За этим брусером мы находимся в относительной безопасности. Но вон там, за перекрестком, остались наши коллеги. Сейчас их пытаются вывести под прикрытием брони. Направление журналистика остается одним из самых популярных в вузах Алтая. Ежегодно на одно место претендует более 10 человек. Преподаватели говорят, раньше студенты читали книги, теперь гаджеты. Да и мотивы в профессии у разных поколений не совпадают. Сейчас журналистику идут за долей славы. Раньше шли за романтикой. Чтобы не происходило на работе или в моей личной жизни, а бывали самые разные ситуации. Именно работа меня, мне кажется, в какой-то степени не спасала. И вообще о выборе профессии я никогда не жалела. Ладно, я скажу на журфаке самой красивой девушки. Самой красивой девушке на журфаке. Ирина Корчагина, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует.